Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Израиль нанес массированный ракетный удар по территории Ирана. Сегодня ночью Израиль нанес ракетный удар по иранским объектам в ответ на иранский массированный ракетный удар по еврейским военным объектам, совершенный 1 октября. Вопреки угрозам израильского руководства о готовности разрушить иранскую нефтяную инфраструктуру и объекты ядерной энергетики, указанные объекты не пострадали. Портал Yerusalem Post сообщил о том, что израильский премьер Нетаньяху под давлением американской администрации решил ограничиться зеркальным ударом и нанес воздушную атаку исключительно по иранским военным целям. В указанной атаке Израиль задействовал свыше 100 американских истребителей. Иранское агентство ФАРС сообщило, что израильский удар пришелся на несколько военных баз, расположенных в западной и юго-западной части Ирана. Военные центры корпуса стражи Исламской революции в ходе указанных ударов не пострадали. Yerusalem Post со ссылкой на данные израильских военных сообщил о том, что иранские объекты ПВО не справились с перехватом израильских ракет и показали нулевую эффективность. При этом иранские источники сообщают обратное. Агентство ТАСНИМ сообщило, что жертвами преступного сионистского режима его ночной атаки стали двое иранских военных. Серьезных жертв и разрушений возможным удалось избежать, ввиду того, что израильские власти, по данным телеканала Sky News Arabia, предупредили иранское руководство о планируемом ракетном ударе по военным объектам. Иранское руководство в ответ на это сообщило через иностранного посредника о том, что оно не планирует отвечать на сегодняшнюю ракетную атаку Израиля, хотя ранее оно грозилось уничтожить еврейское государство в случае совершения им ракетного удара по иранской территории. Можно сказать, что стороны решили воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта и ограничились проверкой эффективности своих ракетных систем и комплексов ПВУ. Тем не менее, можно предположить, что после президентских выборов США ближневосточный конфликт получит свое продолжение. Сейчас мы наблюдаем лишь его подготовительную фазу. Указного конфликта, впрочем, еще можно избежать. Россия неспроста призывает новоиранское руководство к подписанию соглашения о стратегическом партнерстве. Вчерашний израильский ракетный удар, возможно, мотивирует иранское руководство к скорейшему подписанию указанного документа.